Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться в вашей проблеме. Значит, у вас началось всё с того, что молодой человек, ваш друг, на вас обидел. Вы ничего не сказали лишнего, он же просто ведёт себя как ребёнок с вами. Смотрите, что заключается в том, что, во-первых, причиной его поведения может быть либо в том, что он к вам неравнодушен, то есть вы-то назвали его другом, своим, лучшим, а он, может быть, со всем другом вам быть не хочет, а может быть хочет быть для вас кем-то большим, чем другом. И, соответственно, из-за этого более чувствительно реагирует на такие вот обычные в любой другой ситуации слова, на обычные в любой другой ситуации модели поведения. Соответственно, в этом случае вам нужно, если вы действительно замечали, что он к вам неравнодушен, то вам в этой ситуации нужно постараться вот саму себя спросить. А вы можете ему взаимностью ответить? Вы можете дать ему то, чего он хочет от вас в теории или нет? Если не можете, то тогда лучше от этого человека вообще отдалиться, общаться с ним немножко меньше, чтобы он перегорел, чтобы он перестал так вот бурно реагировать на то, что вы ему говорите, и чтобы успокоился, потом опять можно вернуться, и он будет более адекватно к вам относиться. Второй момент. Его поведение связано с тем, что он доверяет вам слишком сильно и показывает обиды вам, зная, что вы его поймете, зная, что вы его принимаете таким, как он есть, и так далее. То есть он не боится с вами делиться чем-то. Но, с одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, может быть, и не очень, если мужчина постоянно занимает по отношению к вам позицию ребенка, но с другими людьми ведет себя как взрослый. И вот здесь только в том, только в чем, что он ведет себя как ребенок по отношению к вам. То есть он перекладывает ответственность себя на вас, заставляя вас, опять же, родителям, и тем самым заставляя принимать за него решение. Выходом из этой ситуации будет только отношение к парню как к взрослому. То есть занесение до него того факта, что вы видите его как взрослого, а не как ребенка. И в этой концепции, в этом направлении, я думаю, что солидарен с коллегой Антоном и скажу, что вам действительно нужно попросить у него прощение за то, что вы притянили ему неудобства. Ну а дальше, если он объединяется, просто сказать ему что-то типа, я на связи, обращайся, если что, и все. То есть вам ему нужно писать приветствие, периодически интересоваться его делами, то есть дать ему понять, что вы не собираетесь вымаливать у него прощение, подокачивать его поведению ребенка. Это вот правильно. И либо мужчина от вас отдалится, то есть он не примет такую вашу позицию, либо он смирится с тем, что вы ведете себя именно так, поделать ничего с этим нельзя и у него не остается выбора, кроме как общаться с вами так, вот именно как вы ему предлагаете. Вы спрашиваете о том, что делать дальше, но на этот вопрос в принципе я вам ответил. Вы спрашиваете, как понять, помогите, пожалуйста. Этот вопрос мне очень понятен. Как понять что? Его, если понять его, то нужно производить анализ. То есть более обробно, более досконально анализировать ваши отношения, как давно вы знакомы, сколько вы знакомы, чем вы занимаетесь вместе, что вас объединяет, если у вас парень, если у него девушка, как он с вами общается, как вы с ним общаетесь, то есть вот это все нужно проанализировать, для того, чтобы сложить картину того, с наибольшей вероятностью в какую сторону мужчина двигается по отношению к вам. Либо в сторону использования вас как отдушины, либо как невыраженной такой вот симпатии недружеской по отношению к вам. Наверняка это можно будет сказать только через такой вот подробный анализ, если вы сами не сможете разобраться с этим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго, удачи и позитивного разрешения ситуации. Всего доброго!